Саша был одержим дьяволом. Кать, Кать, Кать. Я не поеду с ним никуда. Подстановите меня, пожалуйста. На туннель заезжаем сейчас. Тихо! Алло, Вера, это Саша. Всем привет. С нами дома находится Саша, который одержим дьяволом. И сейчас мы собираемся провести спиритический сеанс, для того, чтобы узнать, что же конкретно с ним происходит. Спиритический сеанс или разговор с духом, это довольно опасное занятие, поэтому мы не могли проводить его в одиночку. Нам нужен был эксперт. И нам согласился помочь наш знакомый профессор демонологии. А если у вас возник вопрос, да с чего вы вообще взяли, что Саша одержим дьяволом, то у нас есть видеодоказатель, что мы уже неоднократно были у него в гостях и записывали на камеру те штуки, которые с ним творились. И честно, это не самое приятное зрелище. А еще мы сейчас поедем на встречу с Катей, с сестрой Саши, которая почему-то с ним не общается, и надеемся, что она поможет нам также провести спиритический сеанс. Несколько недель назад нам позвонила девушка Катя и сообщила, что в ее брата вселяется дьявол, при том, что когда это происходит, он ничего не помнит. И когда к нам пришел Саша и рассказал о том, что его сестра исчезла, и сказал, что он вообще ничего не помнит, мы подумали, что с ней что-то произошло. Саша подробно нам рассказал, что он обнаружил в квартире, когда Катя исчезла. И это видео вы можете посмотреть на канале Алоэ Вера 2.0, а подписчики телеграм-канала наверняка его уже видели, потому что они самыми первыми узнают о выходе видео. Так что обязательно подписывайся на телеграм-канал, если ты хочешь видеть видео самым первым. Ребята, мы прямо сейчас уже сидим в машине, и мы решили прямо доехать до демонолога, до его дома, потому что он в прошлый раз так и не приехал, и если мы к нему приедем, то это повышает наши шансы. И заберем его с собой, да, он просто сядет в машину, и у него уже не будет шансов отвертеться или отправить своего аспиранта. После выхода первого видео с содержимым Сашей, мне написали знакомый и порекомендовали своего знакомого профессора демонологии. Мы договорились, что он придет в следующий раз в квартиру Саши и Кати вместе с нами, но почему-то пришел не он, а его аспирант. В общем, мы уже стоим на точке, которую нам скинул профессор-демонолог, и его ждем уже, не знаю, минут 15 он не приходит. Честно, мы сдолбались сидеть уже в машине, потому что там жарко, потому что некомфортно, и мы, в принципе, даже не понимаем, придет кто-то вообще или нет. Ну и как бы, ребят, вообще это, по-моему, уже некрасиво, с его стороны второй раз так вот, уже мы в прошлый раз, когда его ждали, наверное, час или два, и в итоге, блин, аспирант. Смотри. Чего? Опять под очкарик. Что наделал в прошлый раз? Вы просто не представляете, каково было мое удивление, когда нам на встречу шел не профессор, а снова его аспирант. Здравствуйте. Слышишь, что это? Что в прошлый раз сделал? Слушайте, профессор, к сожалению, сегодня опять не сможет. Ну как не сможет? Но он скинул нам адрес. Да, он скинул нам адрес, все верно, и пришел я. Почему мне так плохо после прошлого сеанса? Александр, я вас предупреждал, что может быть плохо. Как бы я специально звал вас на отдельный сеанс. Вы не согласились? Зачем ты звал меня в лес на него? Чтобы завершить дело. В предыдущий раз аспирант ворвался в тот момент, когда Саша был одержим дьяволом, и он пытался ему помочь и провел какой-то обряд. Он сказал то, что одного сеанса будет недостаточно, и нужно повторное проведение сеанса по изгнанию дьявола. Но самое интересное в том, что он позвал Сашу, как он нам рассказал на канале Алоэ Вера 2.0, куда-то в глушь, далеко в лес, где даже нет никаких поселений. Почему не в квартире? Почему не в квартире? Ну, потому что это не самое подходящее место. Так, ребят, ладно, давайте... Подождите, стойте, профессора не будет, что ли, или что? Ну, да, я повторюсь, профессора, профессора не будет. Сегодня вам помощь буду оказывать вновь я, если вы этого не поняли. К сожалению, профессор не может и... Точно в этот раз все будет нормально? Ну, вероятность больше, чем в прошлый раз. Такой ответ меня не устраивает. Александр, большего вам гарантировать я не могу. Аспирант говорил все это, как будто он как-то отмазывался, как будто он что-то скрывает. Напишите в комментариях, как вы считаете. Меня это, честно, все смущало, но выбора не было никакого. Нужно было ехать за Катей, чтобы узнать, не сделали Саше одержимый дьяволом что-то ужасное с его сестрой. Я не знаю. Ну, ладно, поехали тогда, заберем сестру Саши, и не знаю, что она скажет. Поехали скорее, мне, по-моему, хуже становится. Саш, 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 почему мне так плохо? Саш, что такое? Александр, в общем, надо закончить дело, потому что ты не до конца понимаешь, что... Может остановиться вообще, или что происходит? Да скорее поехали уже на место, до Катюхи доедем. В общем, как минимум еще нужно сделать один обряд. А как максимум? А как максимум, я не знаю. В общем, если сегодня мы проведем сеанс, я думаю, что ты вернешься в нормальное состояние. Вот, так что чуть-чуть потерпи. Вот, чтобы тебя сильно не брало, посмотри, почитай вот эту вот надпись, про себя повторяй 10 раз, потом как закончишь... А зачем это нужно? Да, это зачем? Когда человек концентрируется на тексте, отвлекается от своих внутренних ощущений, приступ ослабевает и может вообще пройти. Саш, ну ты как там вообще? Долго еще? Да, ладно, не знаю, мне кажется... Ну, вроде 10 минут еще делать. 10 минут, да. Саша, ну ты там, в общем, выполняешь все? Я стараюсь затерпеть. Раньше выдержимого Саши вселялся дьявол только ночью, когда он спит. Но сейчас все усугубилось после как раз-таки вот этого обряда, который провел аспирант. Но в последний раз, когда это произошло, это было днем, и в этот момент пропала Катя. Константин, проблема в том, что Саша нам рассказал, что у него сейчас это чуть ли не днем начало происходить. После именно то, что вы сделали. Почему усиление могло подняться? Сильнее? Ну, во-первых, потому что сеанс был неудачный, очевидно. Это сущность. Название подобрать довольно сложно. Она, вероятно, была обеспокоена и решила взять над тобой верх, так как почувствовала, что она просто не в безопасности. То есть, получается, сейчас происходит борьба Саши и того, что находится внутри него. Правильно я понимаю? Все правильно. И он потихонечку проигрывает. Но в прошлый раз, когда мы провели сеанс, когда вы провели обряд, все же было в порядке. Аспирант Константин почему-то запретил нам снимать видео в то время, как он проводил обряд над одержим. Но спасибо Саше, которому удалось поставить камеру, скрытую камеру, и она записала все, что там происходило. Это видео ты можешь посмотреть на канале Алекса Морал. Ссылка будет в описании. В общем, понимаете, после серьезного травмирующего действия, которое мы оказали на эту сущность, она, безусловно, вошла в некую латентное состояние. И после этого начала разрастаться внутри Александра. Саш. Поэтому сегодня нужно завершить это дело. Блин, мне кажется, ему плохо, нет? Да, ему плохо. Это видно. Я думаю, он дотерпит. Александр крепкий барит. Ладно, ребята, мы уже подъезжаем к Кате. И надеюсь, что сейчас все будет хорошо. Потому что если это начнет происходить в машине, то я не знаю, что делать. Это очень опасно. В этот вечер мы решили убить двух зайцев сразу. Во-первых, провести спиритический сеанс и узнать, кто же находится внутри одержимого Саши. И, во-вторых, помирить брата и сестру. Ребят, в общем, мы сейчас приехали уже к работе Кате. И сейчас она должна с минуты на минуту подойти. Мы должны поговорить с ней, узнать, что все-таки произошло. И, честно, я не знаю, как она отреагирует. Потому что в машине сидит ее брат, в машине сидит аспирант, демонолог. Ну и, как бы, я так понимаю, они с ним поссорились, как бы ее реакция просто вообще непредсказуемая, может быть. Ну, сейчас мы в любом случае все узнаем. О, ребят, вон она уже подходит. Катя, привет. 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 Чего вы хотели встретиться? Чего, все о чем поговорить? Ну, давай мы поедем, наверное. Ты сейчас нам очень-очень-очень нужна. Вообще, изначально Саша к нам обратился. Он сказал, что ты ему не отвечаешь. Саша, мой брат. Да. Он вам рассказал, что вообще произошло? Ну, он нам рассказал вкратце. Ну, то, что ты не отвечаешь. Типа, он тебя полтора дня не видел. И что, ну, он волнуется очень просто. И, ну, реально, мы просто решили помочь ему немного. Он вам рассказал вообще, что произошло? Почему я не отвечаю полтора дня? Он не знает. Он реально не знает. Блин, ребят, вот такая жесть была серьезная. Вы не представляете себе. Я думала, что я просто не убегу оттуда. Он нам рассказал, что он проснулся. Он увидел на кухне разбитую посуду. Он не понял, что произошло вообще. И не знаю. Судя по Катиной реакции, я понимала, что сейчас будет просто какой-то полный трешак. Потому что Саша, видимо, ее очень сильно расстроил. Мягко говоря. И я не знала, как она отреагирует на то, что он сидит прямо сейчас в машине, на которой мы предлагаем ей поехать домой. А, это вот ваша тачка? Вы хотите мне предложить поехать к нему? Нет, нет, я не поеду. Дмитрий, кто там сидит? Кать. Ну что, там Саша сидит? Нам нужна, нам очень нужна Саша сидит? Я еще поеду, все, я не поеду с ними куда. Кать, ну, серьезно, давай мы просто сейчас попробуем всех как бы сесть, разобраться. Ну, ничего страшного в этом не будет. Там еще сидит демонолог. И вспомни, в прошлый раз он реально помог. Константин? Да, Константин. Понимаешь, это может быть из-за того, что Саша не сделал никакие ритуалы вот эти вот дальше. Это все может быть потому, что действительно демон сидит еще внутри. Блин, я реально его боюсь, ребят. Если только я не буду рядом с ним следить. Ну, да, ты сядешь, в общем, по другую сторону от Константина, и, в общем, ну, как бы, получается, вы будете разделены одним человеком просто, и все. Просто представь, ты его сестра, ты ему очень важна и очень дорогая. Он пришел к нам просто со слезами на глазах. Он не знал, что... Ну, правда, Кать, он... Мы тебе просто обещаем, ничего не будет страшного, серьезно. В прошлый раз же все было нормально, когда мы были там. Может быть, нам удастся ему помочь в этот раз. Там было нормально, но что началось после этого... Ну, окей, окей, ладно. Если Константину я доверяю, давайте тогда сяду, да, просто чтобы точно он сидел между нами, потому что я с ним рядом не буду сидеть. Ладно, поехали. Мы просто... Константин обещал сейчас выполнить обряд, и все нормально будет. Если мы просто сможем связаться, вот, ну, типа, там, не знаю, с этой сущностью, которая в Саше живет. Да, спиритический сеанс. Понимаешь? Ну, окей, хорошо, ладно. Садись вот тогда с той стороны, ладно? В этот момент мне было очень жалко одержимого Сашу. Кому тоже, ставьте лайк. Привет, Кать. Привет. Ты где была? Саш, я не хочу с тобой говорить. Почему? Катя, что вообще произошло? Ты можешь рассказать поподробнее, что было, чтобы Саша тоже понимал, потому что я так понимаю, что... Я нашел только битую посуду на кухне, и все. Окей, я вам расскажу. А, вчера. Я, ну, как всегда, ночевала у подруги, и утром пришла. Мне нужно было переодеться, там, вещи кое-какие взять перед работой. Вот. И Саша был дома. Почему-то, кстати, я не знаю, почему ты был дома. Потому что ты должен был быть на учебе, если что, если ты забыл, что у тебя есть учеба. Вот. И... Ну, в целом, как бы, я ничего не боялась, потому что днем я спокойно себя чувствую дома, Саша только по ночам же сходит с ума. Ну вот, я спокойно переодевалась, собиралась, и тут началось то, что обычно происходит по ночам. Саша начал просто опять дико орать, бить всю посуду на кухне, пытался меня... Саша нам сказал, что там одну кружку он разбил, нет? Не правда, там было гораздо больше посуды. Он, ну, стучался дико. Вот пока он был на кухне, я успела быстро собраться и убежать, потому что иначе я бы не знаю, как я оттуда сбежала. Ну, я... Я была... Вообще, я была дико напуганной, я не понимала, о чем мне делать. Я теперь вообще не знаю, как я могу жить в этой квартире, потому что теперь я, получается, ни днем, ни ночью не... не в безопасности. До этого Катя нам уже рассказывала, что она постоянно ночью уходит из квартиры, потому что она не может там находиться. Она не может находиться с Сашей, с ее братом, в то время, когда он одержимый. Но днем она чувствовала хоть какую-то безопасность. А теперь даже днем ей приходится уходить из квартиры. Где ты сейчас осталась жить? У тебя не было двое суток, да, там Саша сказал? И... Ну, насколько я поняла, да. Ну, я у подруги ночевала. Ну, все там же. И днем... Ну, днем на работе, да. Просто сегодня ночью не приходила домой. Я решила, что я переезжаю в другой город. Я не хочу больше жить вместе с Сашей. А что я буду делать один? Я получила, Саша, предложение о работе в другом городе. Сегодня мне все подтвердили на работе. Поэтому я в скором времени перееду уже. Ты, я не знаю, ну, будем надеяться, что тебе сейчас могут помочь. Но я не хочу больше рисковать. Я не хочу больше пережить такую ситуацию, как было вчера. С одной стороны, мне было очень жалко одержимого Саши. Ведь по его вине от него переезжает сестра. Но с другой стороны, я понимала, что его огорчение в данный момент способно спровоцировать приступ, который вызовет дьявола. И если это произойдет в дороге, то ничем хорошим это точно не закончится. Константин, ну а вообще есть какие-то мысли, как можно вот это сейчас все сделать, чтобы максимально просто безопасно для всех было? Вариантов не так уж и много. Попробуем сегодня следующий по сложности обряд. У него последствия практически отсутствуют. Он сложнее гораздо и дольше, но результат должен быть гораздо качественнее. А вы можете мне объяснить, что вообще происходит? Почему вы сделали в прошлый обряд, который должен был бы помочь Саше, а сделал только хуже? Блин, он просто как безумный. Он просто, ну еще хуже, блин, чем был раньше. Он раньше не бил никакой посуды. Обряд, к сожалению, разымел обратный эффект. На время, на первое время он помог, но потом сущность начала давлеть над Александром. Поэтому в ближайшие пару часов ему будет дурно. Да, не особо. Я надеюсь, мы сейчас дотерпим, доедем до дома и начнем обряд, который, я надеюсь, до конца ликвидирует эту сущность в Александре. Саш, может остановиться? Чай с ним. Что происходит? А его плохо. Александру плохо? Вода есть у кого-нибудь? Нет, воды нет. Сейчас я там... Блин. Записку, Александр. Секунду, держи. Записку. Держи. Читай и повторяй по 10 раз. Это текст, он просто будет на нем концентрироваться и на фликанце это помогает. Блин, мы сейчас просто едем еще по достаточно оживленной дороге, и поэтому здесь негде даже остановиться, чтобы купить воду. Так они останавливаться или что? Нет, поехали. У тебя очень плохо. Нормально. Давайте скорее доедем до места. Терпите. Так а эти приступы, они уже перед днем, я так понимаю, могут сейчас повториться или что? Ну, как вы видите, да, конечно. Вечер. Что? Что? Может, что-то к нам остановиться тогда, нет? Вечер. Нет, я... Ну, где ты сейчас остановишься? Быстрее до места. Вы издеваетесь с мирно закрытым пространством? Так вы, почему? Блин, Кать, ну мы не можем сейчас остановиться, серьезно. Давайте просто все потерпим, выдохнем, не надо паниковать. Тянуть время, ехать за водой. Выйти подышать, это все только усугубит состояние, поэтому давайте прямиком на локацию. Так, сколько нам ехать примерно, Саша? Ну, не знаю, минут 20 как бы, ну, в зависимости от пробки. Я стараюсь потерпеть. Что, Александр, да терпи, ты главное не отвлекайся от чтения, не слушай, о чем мы говорим, просто читай, читай, читай. Ну, что-то он даже, по-моему, не начал читать. Он про себя читает. Да. Я видела, как ухудшается состояние Саши. Я понимала, что напряжение в машине нарастает. Лично я уже была в тот момент на панике. И это началось. Саш, тебя трясет, что ли? Может, реально остановимся, ребята? Да где мы сейчас остановимся? В тоннеле, что ли, Саш? Ребята, успокойтесь. Просто спокойно доезжаем до дома. Мне не нравится это вообще ситуация. Мне тоже не нравится. Мы сейчас едем в тоннеле, и когда он закончится, у нас все равно не будет возможности, как я понимаю, там нету съезда. Да терпим, Александр. Да терпим. А как-то можно ему еще по-другому помочь? К сожалению, сейчас конкретно я ему больше ничем помочь не могу. Саш. Так, похоже, опять приступ лечился. Ничего, нормально. Я готовлюсь. Итак, Саша, ищи, пожалуйста, место, где вы где-то. Я, блин, Герда, вот, мы тут объедуем. Все в порядке. Что нам происходит вообще? Пульс ошкаливает. Я уже просто потеряла дар речи, когда это начало происходить. Я вспоминала прошлый раз, когда у него что-то черное текло изо рта, и он просто мог порвать всех нас на кусочки в этот момент. Все нормально. Все, Александр. О, Боже мой. Вот, все. О, Боже мой. Я не могу съехать сейчас, блин. Саш, пожалуйста, следи с дорогой. Все будет нормально. Константин, вы контролируете ситуацию? Да, я стараюсь. Стараюсь, но его не удержишь, если сейчас. Он очень сильный. Все, 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 все. Может, так надо выйти? Тихо. Останови тебя, пожалуйста. Дайте мне выйти. Да, честно, не могу, блин. Тут вообще съездок нет. Саш, ты с дорогой, главное, пожалуйста. Глайн. Нельзя это никак остановить. Ребят, пробка. Объезжай ее. Нам тут нельзя останавливаться. Время в обрез. Поехали. Не может как съездить. Нет. Нет. Думаю, что он примерно в таком состоянии пробудет еще долго. Сейчас, конечно, всегда. Блин, ребят, мы в туннель заезжаем сейчас. Тихо, 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 тихо. Он меня укусил, ребят. Куда? Он меня укусил за коленку. Серьезно? Держите, пожалуйста. Я держу, как могу, но он стильный. Тихо. 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 Может, его вырубить вообще? Как ты его вырубишь, блин? Вырубите его, а? Вы же умеете нарубать. Там какие-то точки, акун. Вот это вот, что это? Попробую, попробую. Все. Блин, он меня укусил. Что это? Здесь сильно, Катя? Ну, не сильно, но, блин. В прошлый раз, когда аспирант пытался обездвижить одержимого, он нажимал на какие-то болевые точки. Метод акупунктуры или как-то так. И, несмотря на то, что мне было пипец, как страшно, мы все равно продолжали снимать. Обязательно подписывайтесь на этот канал и ставьте лайк, и тогда вы будете видеть самые офигенные видео. Нет, ты типа это нормально сейчас вообще, что происходит, или что? Слушайте, я к этому отношусь, как к работе. Нет, в смысле, он даже не уснул, вы понимаете? Он не погрузился в сон. Он не уснул, конечно. Блин, он ее укусил. Это нормально вообще или нет? Я не могу сейчас сказать, что-нибудь начать происходить. Нет, с Екатериной все будет нормально. Он просто, просто проявлял агрессию. Все в порядке. Какую нахрен агрессию? Он для меня укусил за коленку. Он вообще человек, может, сожрет меня в следующий раз? В следующий раз и не будет. В смысле? А что мы сейчас делаем? Мы просто вот так вот по щелчку пальцем, блин, это прекратим, или что? Я отключил его. Сейчас мы доедем до дома, выгрузим его в квартиру и начнем обряд. Самое страшное, что никто не мог даже догадаться, что может происходить с содержимым в тот момент, когда он начнется. Ну, а мы сможем вообще его сейчас как-то оживить, что ли? Как его до дома донесем? Вы его понесете? Ну, ладно, три, два мужчин, я думаю, справятся. Да, к тому же, если что, применим старую добрую технику обливания водой, объема по щекам. В общем, очнуться он точно очнется. Главное, чтобы он сразу не вошел в прежнее состояние. В общем, мы приехали, и мы не знаем, что делать с Сашей. Потому что он, типа, в каком-то полубессознательном состоянии. Как его нести сейчас до дома? Потому что мы, ну, не совсем прямо рядом с домом. Что, зрачки закатаны у него там, или что? Ну, так, легкий. Катя, а он тебя до крови укусил вообще или нет? Тут дырок, никаких крови нет вроде, ну, больно достаточно. Что нам с Сашей делать? Мы его потащим сейчас, или что мы делаем? Старый добрый метод, попробуем, чтобы он проснулся просто. Александр! Он начинает... Что еще было? О, вот он. Выпустите меня на улицу, пожалуйста. Давайте это... Открываем. Давайте, мы берем вещи, ребят, все, и, короче... Мне кажется, тут воздуха просто нету. Так, Александр, ну, давайте. Берите меня за руку, погнали. Опа! Саша, Саша. Да, да, мне легче. Ну, мне кажется, что ему уже лучше, нет? Да, нормально. Александр, давай, попробуй. Пойдем. Давай. Вот, все, пойдем. Вообще, после такого отруба он вряд ли быстро придет в себя. Так что до дома мы успеем. Я хоть и говорила, что Саша легче, но по факту это был самообман. Я пыталась хоть как-то себя убедить, чтобы не понимать, что может произойти и дальше, но по факту так и произошло. Почти пришли. Александр, держись. Нажмите кто-нибудь на кнопку здесь. Нажал, нажал. Я очень надеюсь, что мы, блин, в лифте не застрянем сейчас. Саша, спринь, пожалуйста. В смысле? Ну, реально, это будет самое худшее, что может с нами произойти вообще. Ребята, обязательно прямо сейчас подписывайтесь и ставьте лайк, если вы не хотите, чтобы мы в лифте застряли. Похоже, опять начинается. Нормально. Нормально. Александр, молодец. Он учится бороться с этой напастью. Так что все будет хорошо. Что делать, тогда он будет спокойно. Когда мы вошли в квартиру, Катя пошла мыть руки, а нам пришлось раздевать Сашу, и нужно было положить его в самое удобное место. Не на вот такой узенький диван, который находится в его комнате. Нам нужна была какая-то большая кровать. И она стояла в Катиной комнате. Так, мы, короче, сейчас дома. Блин, непонятно вообще, что с Александром делать, но я считаю, что нужно сейчас связаться с духом или с чем бы то ни было. С помощью его спиритической доски. Саша, я не буду. В первую очередь его нужно просто... Ребят, что ты делаешь в охренели? Что он тут делает? Что вы его сюда положили? Положите его в его комнату. Тут больше кровати. Тут больше места, ему свободнее, дышится лучше. Успокойся, Екатерина. Дышится ему свободнее, блин. Да, Екатерина, это твой право, когда ты как-то успокоишься. В общем, в первую очередь его нужно привести в порядок. Чтобы он просто пришел в сознание, и после этого уже будем начинать спиритический сеанс. Без этого смысла нет. У нас есть две доски. Одна на английском, другая на русском. Но она самодельная. Ну, без разницы. Вы, наверное, спросите, откуда же у нас целых две спиритических доски? Ну, во-первых, одну я сделала почти три года назад сама. А вторую нам подогнал мистический квест. На моем канале есть очень много видео, связанных с этими досками и с тем, как мы вызываем духа с помощью них. Ссылки я оставлю в описании под этим видео. Константин, можете просто пояснить сразу для тех, кто не в курсе, зачем нужен спиритический сеанс? В общем, основная цель узнать, кто конкретно сидит в Александре. Потому что это значительно повысит шансы на выздоровление и упростит сам обряд. Вот, поэтому давайте приведем его в сознание. Вот, вот что самое. И как нам его вообще в сознание привести сейчас, я не понимаю просто. Ну, можно болевыми ощущениями, можно облить его водой, можно... Вы предлагаете его избить? Нет, бить его ни в коем случае нельзя. Можно щипать его. Можно просто похлопывать по щекам, растереть уши. Давайте водой. Вот так вот мы попшикаем все-таки холодной водой. Давай сюда. Главное, да, главное не святой водой. Вот мне интересно, а почему аспирант сказал, что главное не святой водой? Я в первую очередь подумала именно об этом, но он сказал, что так нельзя делать. Напишите в комментариях, как вы думаете, почему он так сказал. Кать, ты не против, что как бы, ну, он на твоей кровати, конечно, лежит, но все-таки нам нужно как-то его разбудить, чтобы оно продвинуться хоть немного. Может, привяжем его? Я так просто понимаю, он нам потребуется как проводник, чтобы, ну, он тоже участвовал в спиртическом сеансе. Да, да, да. Он должен быть в сознании. Ну, сознание сочнется нормально или безумно? Узнаемо, но привязка в любом случае не поможет, как и в прошлый раз. Ну, да, как это в прошлый раз было. Так что привязок вообще смысла нет, да и кровать неудобная. В прошлый раз мы его привязали просто вот такими толстенными веревками, но это нифига не помогло. Каким-то чудесным образом он отвязался. Это видео вы можете посмотреть на канале Алоэ Вера. А символ там, у вас что-то с собой есть? Для этого обряда потребуется более сложное оборудование и символ не нужен. В общем, большая часть вещей у меня с собой. Также потребуются свечи. Вот, в общем, давайте сначала его разбудим. Если вы не в курсе, о каком символе идет речь, то в прошлый раз в своем обряде аспирант использовал скрещенные палки. Катя, ну ты как? Ты в порядке вообще? В порядке? Офигеть в порядке. Ну, слушай, сори, что мы и так тебя позвали, но просто Саша реально просто весь вечер о тебе говорил. Ребят, ну понятно, что я, блин, не в порядке не из-за того, что вы меня позвали, а из-за того, что вы понимаете, да, что это мой брат. И с моим братом происходит полная какая-то хрень. Так, сначала просто намажем его водой, чтобы он немножко остыл. Александр? 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 Да. Он уже тут с нами. Ты как? Как ты справляешься? Держишься? Держи, держи, держи. Неправильный. Так, а где нам лучше провести спиритический сеанс? Прямо здесь мы будем? Большой стол и всем сесть вокруг Александра. Поэтому... Насчет того, на кухне, да? Поэтому пойдемте. Ребят, я вам скажу по секрету, во время спиритического сеанса происходила просто лютая дичь. Мне так страшно еще никогда не было. Меня одержимый держал прямо за руку во время спиритического сеанса. И я все чувствовала. Это видео ты можешь посмотреть на канале Алекс Амарал по ссылке в описании. Подписывайся на этот канал, а также подписывайся на телеграм-канал, чтобы видеть, когда выходят самые крутые видео. И увидимся снова. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok